Приветствую тебя, дорогой мой друг! Сегодня мы с тобой разберёмся раз и навсегда, что за такое время present perfect. Не переживай, вот я люблю, когда в английском всё понятно, доступно и на таком же доступном языке, поэтому сразу тебе объясню. Present perfect – это результат. Он отвечает за то, что уже сделано. Вот, посмотри, результат уже сделан. Я уже убралась, я поела, я прочитала. Ну, извините, мальчики, я сейчас про себя, например. Я поела, я убралась. Вот, смотрите, результат, он есть. Я читала книгу в прошлом, я её, наконец-то, дочитала только что. Класс! Вот они эмоции, здесь и сейчас результат есть. Запомните, что ключевое слово present perfect – это результат. И этот результат сделан недавно, только что, вот прям вот совсем недавно. И как же мы будем строить предложения? Всё просто. Нам понадобится have для местоимений – я, ты, они. И наш has для местоимений – he, she, it. Ну, как всегда, где с-очка, там и он, она и собака. Или кошечка. Вот так, ребят. И, конечно, нам нужно окончание. Вот, посмотрите, на нашем треугольнике обязательно должно быть окончание. Это время результата. И это окончание – иди, как у прошлого. Ну, у прошлого не было have и не было has, верно? У прошлого есть глагол неправильный. И у нас есть глагол неправильный у времени present perfect. Неправильный глагол третьей степени. Вот зачем они неправильные глаголы. Да, ребятки. Вот, например, смотрите, глагол, ну, давайте возьмём идти. Гоу – это идти, вообще глагол переводится went. Второй берётся для прошлого. Это всегда второй столбик отвечает за прошлое. Went. Ходил. Гоу, went. И третий наш – gun. Он к нашему времени. Вот он, он предназначенный именно для нас. Это результат. Пришёл. Go, went, gone. А мы-то учим ходил, ходил, ходил. Да нет, ходить, ходил, пришёл. Получается, чтобы сказать, что я вот только что пришла, я скажу I, потом беру обязательно have, потому что I идёт have с местоимением, да? I have gone. Just. Только что. Вот она я. Вот такое лёгкое и понятное правило. По-моему, тут вообще всё просто. Чтобы закрепить, а нам надо обязательно закрепить, мы сделаем с вами предложение. Например, я только что убрала из своей комнаты. Смотрите, результат. Чистота и порядок. Всё блестит прям. Получается, мы говорим I, берём какое? Какое? Have, has. Кого берём? Have clean. Это хороший глагол. Хороший в плане. Это не неправильный глагол. Поэтому прибавляем окончание идей. I have cleaned. Вау, вот она чистота. Я только что бралась в комнате. I have cleaned. Получилось всё, правда? А теперь помогите, пожалуйста. Надо сделать вопрос. А чтобы сделать вопрос, кто тут второй сейчас перепрыгнет вперёд, и всё нам делает. Да, вот так всё просто в английском. Ну, бралась я только что или нет? Я только что постряпала, приготовила тортик. Вот какая хозяюшка. Ну, как скажем? I have. Возьмём глагол печь. Bake. Тоже хороший глагол, обычный глагол. Присоединяем окончание идей. I have baked a cake. А давайте теперь усложним задачу. Пусть она приготовит тортик. Вот только что она приготовила тортик. She... Кого берём? Have или has? Конечно, по нашей формуле. Она прям святая святых. She has baked a cake. Ну, ты золото, ты всё понимаешь. Давай, теперь какое-нибудь твоё предложение. Вот что ты только что сделал? Сделала. Например, я только что выучила слово. Я только что умыла полы. Я только что досмотрела фильм. Вот он, результат. Я его досмотрела. Я читала, читала, я дочитала что-то. Я гуляла, я погуляла. Я ела, я поела. Результат только что произошедший. Вот такое лёгкое время. Не бойтесь. Не бойтесь вообще английского языка. Всё очень просто и понятно. Главное, захотеть разобраться. А вы это только что сделали. За это огромный вам поклон, благодарность. И то, что вы учите английский вместе со мной. Просто обожаю вам по вас. До скорой встречи. See you. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok